Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Виновная с таким вердиктом после пяти месяцев судебных тяж по 27 заседания финишировал один из самых резонансных процессов в Украине. В Голосеевском суде огласили приговор по делу российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова. По каким статьям осудили пленных спецназовцев и станет ли это решение суда шагом в сторону освобождения Надежды Савченко? Подробнее расскажет Егор Логинов. Сказать, что оглашение приговора российским ГРУшникам Ерофееву и Александрову вызвало ажиотаж, значит ничего не сказать. Только официально на последнее заседание было кредитовано 45 СМИ. В зале суда яблоку негде упасть. Многие журналисты и операторы вынуждены слушать оглашение приговора в зале для прессы. Возле Голосеевского суда усилили меры безопасности. Судьи озвучивали приговор полтора часа. В итоге Ерофеева и Александрова признали виновными по трём статьям. Введение агрессивной войны, участие в террористической организации и совершение теракта, повлекшее смерть человека. И вот приговор. Обвинение по трём пунктам, контрабанда оружия, ношение оружия без разрешения и нарушение правил въезда на временно оккупированной территории суд снял. Всё это и так есть в статье о ведении агрессивной войны, заявил адвокат Александрова Валентин Рыбин. В своих высказываниях он осторожен. Приговор оглашён. Огласили трое профессиональных судей. Они работали. Говорить об апелляции, либо о дальнейших каких-либо действиях мы будем после того, как получим приговор, его изучим, а также рассмотрим перспективы его обжалования. А вот Оксана Соколовская говорит, решение суда по своему подопечному Ерофееву однозначно собирается обжаловать. Сторона защиты как считала, так и считает, что никаких доказательств, даже с точки зрения теории права, не могут подтвердить факт участия или ведения, или развязывания агрессивной войны на территории Украины, в данном случае капитаном и сержантом. Прокуроры приговором суда довольно частично. Они просили дать Ерофееву и Александрову на год больше. Мы выучим вырок уважно и потом принимаем решение, что до внесения апелляции или нет. Что до статей, по которым их выправдали. Эти статты не имеют большого значения. Взагаля задумывались выроком или нет? Ну, знаете, у меня такое впечатление, что мы свою работу сделали доброй. Среди тех, кто присутствовал на оглашении приговора российским ГРУшникам, адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. Решение суда он не комментирует. Говорит, что приехал в Украину обсудить обмен украинской лётчицы на российских ГРУшников. Это станет возможно после вступления приговора в законную силу здесь, в Украине. Я надеюсь, что мы с моими украинскими коллегами, с защитниками Александра Ерофеева, обсудим возможные согласования действий защиты по обоим делам, с тем, чтобы наши подзащитные могли как можно скорее, если будет принято такое решение, властями России и Украины быть обменены друг на друга. У защиты обвинения российских ГРУшников есть 30 дней для того, чтобы оспорить решение суда. После этого приговор Ерофееву и Александрову вступит в законную силу. Егор Логинов, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. Надежда Савченко требует вернуть её в Украину по конвенции о выдаче осуждённых. На своей странице в Фейсбук министр юстиции Павел Петренко сообщил, что его ведомство получило соответствующее обращение от незаконно осуждённой лётчицы. Министр пообещал сделать всё возможное для освобождения Надежды и уже завтра встретиться с сестрой Савченко Верой. От украинского Минюста теперь ждём подачи документов в российское ведомство. В России допускают обмен Надежды Савченко на российских ГРУшников. Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевич, Москва может пойти на такой шаг, поскольку очень дорожит своими гражданами. Дальнейшую судьбу украинской лётчицы обсудят и на сессии ПАСЭ в Страсбурге 21 апреля. Эту дату согласовали депутаты Ассамблеи. Как сообщил глава постоянной делегации Украины в ПАСЭ Владимир Арьев, также на четверг запланирован специальный доклад о других украинских узниках Кремля. Сегодня весь зал парламентской Ассамблеи Совета Европы встал в поддержку требования немедленно освободить украинскую лётчицу. Делегаты держали в руках плакаты Фри Савченко. И, по словам Арьева, это была первая подобная акция в этом зале. Сама же Савченко в новочеркасском СИЗО продолжает сухую голодовку, которую начала на второй день после вынесения приговора 5 апреля. Допустили к украинской лётчице немецких врачей или нет? Удалось ли родственникам увидеться с пленницей? И в каком состоянии она сейчас находится, расскажет Данил Русаков. До 20 апреля Надежда Савченко будет принимать капельницу. Украинская пленница дала согласие на продление жизнеобеспечивающих процедур. Но, по словам Веры, Надежда продолжает сухую голодовку. И своё состояние она писала так, будто бы её внутренние органы съедают. Препараты вводят через катетеры. Это глюкоза и хлорид натрия. Однако проблему обезвоживания все эти процедуры могут решить лишь на несколько дней. На руках Савченко уже появились многочисленные раны и рубцы. Капельницы, по словам Веры, ненадёжные, часто лопаются. Передвигаются по камере Надежда в специальных медицинских чулках. По неподтверждённой пока информации, в Ростов-на-Дону уже прибыли немецкие врачи. Они ждут возможности осмотреть лётчицу. Однако разрешения на допуск в СИЗО европейские специалисты пока не получали. О сроках обмена Савченко информации пока тоже нет никакой. Последний раз родственники смогли увидеть Надежду в субботу. Она по-прежнему находится в новочеркасском СИЗО. Свиданию предшествовали многочисленные отказы со стороны тюремщиков. По версии Веры, они связаны с ухудшившимся физическим состоянием её сестры. Накануне также муссировалась информация. Якобы на днях Надежду могут этапировать в колонию. Однако позже её опровергли. При таких медицинских показателях сотрудники в СИН пойти на такой шаг вряд ли решатся. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Парламентские тяжбы. Спустя четыре дня после формирования нового Кабмина во главе с премьером Гройсманом согласием Верховной Раде не пахнет. Нардепы спорят о законности избрания нового главы правительства, требуют расследования деятельности предыдущего и пытаются понять, существует ли коалиция или её нет. Работоспособен ли парламент, может ли он принимать законы или депутаты бросят свои ресурсы на судебные иски? О том, кто на кого в суд подаёт, расскажет Ольга Рыцель, наш парламентский корреспондент. С новыми силами новый спикер в начале согласительного совета заявляет. В парламенте создадут новые рабочие группы. Одна для борьбы с незаконной добычей янтаря, вторая для подготовки закона о выборах. В Батькевщине требуют ещё и третью – временную следственную комиссию, которая проанализирует использование бюджетных средств правительства Меценюка. И мы пропонуем сегодня створить темчасовую следственную комиссию, которая проанализирует использование бюджетных денег уряда Меценюка за весь период его работы премьер-министром. А также, как использовались деньги государственных монополий, государственных корпораций, таких как НАК «Нафтогаз», как «Энергоатом». И мы примусим сотни миллиардов коррупционно вкраденных грошей после революции повернуть в бюджет. Мы створили очень много органов, которые борются с коррупцией. Если у вас есть факты, что до каких-то зловживаний, пожалуйста, обратитесь в Национальное декорупционное бюро, на ЗК, в ДБР, Генпрокуратура. Кто понесёт ответственность за работу предыдущего правительства, ответ не прозвучал. Три фракции из бывшей коалиции умывают руки. Мы в оппозиции. И даже больше. Батькищина собирается обжаловать в Конституционном суде законность назначения нового Кабмина. Мол, принимали не президентский проект постановления, а внесённый депутатами. В суд с теми же претензиями пошли и радикалы. Мы с этого привода вернулись в минулую пятницу, подали позов до высшего административного суду про вызнание незаконными действиями Верховной Рады. Адже субъектами проектов постанов про оборудование Гройсмана и уряду есть неналежные osoby. А ещё одни махи в назначале Гройсмана увольняли от Сунюка и даже неудовлетворительную оценку работы бывшего правительства отменили. Возмущаются в оппозиционном блоке. Само цей уряд практично зруйнував экономику и отменивать постанову, згідно с которой деятельность признана незадовольной, с нашей точки зрения, это лицемирство и мы за это голосовать не можем. Другая причина в том, что новый уряд, который был сформован в ночи под килимом, как говорят, экуларными домовленностями, он имеет представителей только одной части Украины. Через две годины после призначения уряду была презентована программа действий уряду. Это означает, что оба в уряд действительно забрали всех гениев из краины, а другая причина – это недоверие к правительской коалиции, точнее, их залишки, и пытание простолкнуть программу, в любом случае отримавшую иммунитет. Иммунитет для правительства Гройсмана проталкивали усилиями не одной коалиции. В группе «Видроджение» голосовали все, да так упорно, что даже кнопка давили. Сегодня предлагают принимать все законопроекты без лишних глаз. О том, что коалиция не ситуативная, сегодня уверял спикер Андрей Порубий. Но документы с фамилиями всех участников большинства никто так и не видел. «Окроме членов коалиции, членов фракции, есть позафракционные депутаты, которые членами коалиции. По тех документах, которые мне подавал аппарат, на момент нашего голосования было 237 членов коалиции. Но в связи с тем, что 7 депутатов склали депутатские повновления, сразу после выбрана уряда они склали повновления, сейчас есть 230 членов коалиции». Будет ли работоспособна коалиция или снова придется искать голоса на стороне, покажет эта неделя. Сам спикер призывает депутатов к дисциплине и грозится уже на этой неделе внедрять реформу Верховной Рады для повышения продуктивности. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, подробности, телеканал «Интер». Намерение одной части европейской коалиции подать в суд на вторую прокомментировал нардеп от оппозиционного блока Вадим Рабинович. Сегодня готовится новая, как бы такой ноу-хау разводка украинцев. Теперь понимая, что все равно придется отвечать за то, что натворили, три партии выходят и говорят, мы тут ни при чем, теперь давайте выбирайте нас. При этом смотрите, в парламенте комитеты у них остаются, поэтому они пятером ответственны за то, что с нами произошло. Оппозиция сегодня есть только одна и называется она оппозиционный блок. Все остальные пять партий, это пять партий соучастников грабежа Украины, которые должны ответить и оценка оценка одна – Граты. За Граты и за все надо ответить. Оценить политические риски от обвинения Яценюка в коррупции лидером Батькивщины Юрия Тимошенко решили в Народном фронте. Этот вопрос обсудят на заседании фракции, так сообщил источник из Народного фронта одному из изданий. На заседание нардепы сегодня действительно собрались, но где оно проходило и поднимался ли там этот вопрос неизвестно. В пресс-службе сообщили, что информация засекречена. И вот буквально только что стало известно, что заседание фракции все же завершилось. И по словам Виктории Сюмар обсуждался вопрос о поддержке кандидатуры Юрия Луценко на должность генпрокурора. Вот говорили ли о намерениях Тимошенко – пока ни слова. За клевету тюремный срок. Применить такую норму якобы предложил на согласительном совете нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его коллега Сергей Лещенко. Он напомнил, что последний раз сажать за клевету предлагали регионалы еще во времена Януковича в 2012 году. Тогда законопроект раскритиковали в Совете Европы, ОБСЕ и правительстве США. В Украине прошли митинги журналистов, газеты вышли с пустыми передовицами. Лещенко потребовал вызвать инициатору такого предложения санитаров и заявил, что с нетерпением ждет законопроекта, чтобы снова выйти на акции протеста. Однако чуть позже Пашинский там же в Фейсбуке ответил Лещенко. Он написал, что хочет ввести уголовную ответственность за ложь и демагогию для политиков, а не для журналистов. Прикрепил видео своего выступления на согласительном совете и передал Лещенко отдельный привет. В ближайшее время Украину посетит миссия МВФ. Об этом сообщила глава фонда Кристин Лагард на встрече с украинской делегацией в Вашингтоне. Она заявила о готовности и дальше поддерживать Киев на пути экономических преобразований. Миссия приедет изучить ситуацию в стране после формирования нового правительства. Точная дата визита пока не сообщается. Внеплановую реформу по диафшоризации инициирует Петр Порошенко. Об этом президент заявил во время рабочего совещания с представителями правительства, парламента и фискальной службы. Для прозрачного ведения бизнеса, по словам Порошенко, Украина предпримет несколько шагов. Присоединиться к международной конвенции. Это обеспечит доступ к счетам нерезидентов и введет статус для иностранных компаний, которые прямо либо косвенно принадлежат гражданам Украины. Война за землю в Херсонской области. Две агрофирмы не поделили сельскохозяйственные поля. Дошло до крайности. Семь человек получили огнестрельные ранения. Что сейчас происходит в райцентре Новотроицкое, знают наши корреспонденты. В райцентре Новотроицкое стихийный митинг. Десятки митингующих перекрыли дорогу. Требуют наказать виновных. Расстрелить семи работников одного из местных сельхозпредприятий. Чтобы люди, которые нарушили закон, они должны ответить. Как выяснилось, в конце прошлой недели на охранников одной агрофирмы напали охранники предприятия-конкурента. Их поля находятся по соседству. В итоге с огнестрельными ранениями в райбольницу госпитализировали семь человек. Они приехали со стороны района. Полная газель, камушлеванные ребята на камуфляже. Вытянули брутья, один достал оружие, помпу оружия, начал стрелять людям по ногам. Одному из пострадавших от суть четверых детей пришлось ампутировать ногу. Ранение дробовым патроном, где-то дробь четверка примерно. Ко 15-20 дырок, то есть бедро на ампутации было в виде месива. Конфликт двух предприятий в Новотроицком районе давний. Аграрии не могут поделить землю и пайщиков. Угрозы в адрес друг друга сыпались регулярно. Чтоб не выходили на поля, не стояли, не охраняли. Чтоб не работали там. Потому что будет еще хуже. Ну и что, пайщики отдали землю другому аграрию. У другой стороны своя правда. Говорят, это их поля были незаконно захвачены. Но факт стрельбы не отрицают. Потом произошла стычка на другом поле. Вот вследствие чего есть пострадавшие. Я не знаю, что там произошло. Вследствие идет. Сейчас в местном суде избирают меру пресечения нападавшим. Их было 12 человек. Суд постановил стрелявшего оставить под стражей на два месяца. Десятерых участников конфликта отпустили под подписку о невыезде. Судьбу еще одного решают. Затягивают то отводы прокурору, то следователю, то судье. Мы по три раза это все слушаем. Сейчас ЧП на контроле области. По факту стрельбы открыто уголовное производство по двум статьям. Нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство. Елена Митясова, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Херсонская область. Попавшегося на рекордной взятки в миллион евро мэра Выжгорода Алексея Момота выпустят под залог. Необходимую сумму в 5 миллионов гривен уже внесли, так утверждает глава Выжгородской райадминистрации. Александр Горган говорит, что миллионы за Момота собрали предприниматели и жители Выжгорода. При этом почти полтора миллиона внес внефракционный нардеп Юрий Деревянко и более двух с половиной супруга депутата Ярослава Москаленко из «Воли народа». По словам Горгана, Момота от обязанности мэра Выжгорода не отстранили. И прямо сейчас адвокаты везут документы с отметкой об оплате залога в суд. После этого в течение суток Момота должны будут выпустить. Между тем, его бывшие однопартийцы по политдвижению «Воля» уже успели откреститься от любых связей со скандальным мэром. Я уже давным-давно не был членом партии «Воля». Я не знаю, кто это. И никого не знал о себе людей. И более двух часов продлился допрос бывшего зампрокурора Виталия Каськов. Следственное управление ГПУ его вызвали в качестве свидетеля по делу, связанному с препятствованием расследованию убийств на Майдане три года назад. После разговора со следователями Каськов заявил журналистам, что вопросы не касались периода его работы в Генпрокуратуре. Это уже второе дело, по которому Каськов вызывают на допрос. Сам бывший зампрокурора считает, что все это преследование полный абсурд. То есть какие отношения один к другому мало, мне тяжело сказать. Нужно получать ответственные вопросы. Если кто-то втручался в деятельность юбилегих. Поэтому я не понимаю, что наш Каськов в очередной раз создает для всех стран пиар-акцию. Мы обещали сегодня, несмотря на политические заявки Каська, что он прийдет на допит святком и выйдет с допитом святком. Так и стало. Сегодня Каськов вручили третью повестку. В четверг его ждет очередной допрос уже по новому делу. На этот раз ГПУ расследует злоупотребление служебными полномочиями во время подачи заявлений об участии Украины в судебном процессе по иску Януковича и его сыновей к Совету ЕС. Это касается введения санкций. Напомню, ГПУ также подозревает Каськов в незаконной приватизации служебной квартиры. Следствие по этому делу продолжается. И сегодня в ГПУ прокомментировали информацию об утере части документов о получении служебного жилья прокурорами. Зона АТО продолжается обстрелы позиций наших военных на Донецком направлении. Только за сегодняшнее утро пять человек получили ранения, и среди них есть гражданские. Какие цели стараются поразить боевики, расскажет Ирина Баглай, наш военный корреспондент. Окраина Авдеевки и промзона. На удивление, тихая ночь и утро, отмечают военные. Но ближе к полудню затишье сменяет грохот разрывов вражеских снарядов. Это еще не звуки, еще не вечер. По вечерам уже звуки, уже не звуки, прилеты и все. Сегодня боевики ударили западнее промзоны по позициям армейцев в районе Донецкого аэропорта. Но что самое циничное, били по машине с ранеными. Сейчас работала заушка сепарская, с под моста. Саботируют на стрельбу у нас. РПГ работала. Возили под обстрелами. Надо же было вывозить как-то. Троих бойцов удалось эвакуировать, военные объясняют. Противник испытывает на прочность их линию обороны. Но такие атаки одна за другой на промзону, где стоят армейцы, приносят лишь потери самим же боевикам. И снова затишье. Обманчивое, говорят солдаты, и показывают изрешеченное пулями снайпера дерево у себя во дворе. Это обычная 7,62. Вот пуля, вот пуля. Вот пролетали эти 12,7. На крайнем рубеже оказался и вот этот недостроенный храм святого Николая. Целятся и по нему. Стреляли. Не один раз, но просто не попадали. Не знаю чего. Может и есть выше силы. Но рядом, по крайней мере, прилетают постоянно. Но прикрываться святыней армейцы не хотят. Уже полгода следят, чтобы местные мародеры не растащили церковную утварь и иконы. Я не разбираюсь в этом всему, что здесь старое или новое, или ценное, или не ценное. Но как бы иконы, вот это всего не даем разграбить. Самое дорогое колокола. На Пасху военные хотят здесь провести службу. Надеются, светлый праздник встретят в мире. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Харькове задержали военного комиссара. Он попался на горячем. 80 тысяч гривен, исполняющий обязанности начальника отдела РАИ в военкоматах, хотел за выдачу белого билета. О требовании взятки в полицию сообщила местная жительница. Во время передачи последней части суммы 44-летнего работника военкомата, собственно, и задержали. Отказать из благих намерений. США не будут поставлять Украине летальное оружие. Как заявила в интервью «Голосу Америки» постпредсоединенных штатов в ООН Саманта Пауэр, в Белом доме считают, что в таком случае была бы спровоцирована эскалация конфликта на Донбассе. Военное решение конфликта стало бы катастрофой для всех. Удвоив ставки и предоставив Украине больше оружия, мы получим больше боли для украинцев, заявила Пауэр. По ее мнению, санкции и дипломатическое давление на Россию, а также успешные реформы в Украине, более эффективны, чем активизация боевых действий на Донбассе. Напомню, США предоставили Украине большое количество так называемого нелетального вооружения. Кроме того, Вашингтон оказывает Киеву финансовую помощь. Тем временем, американская пресса сообщает о новом витке гонки вооружения. Кто соревнуется в разработке новых видов летального оружия с Вашингтоном, какие средства вкладывают и что разрабатывают. Подробности у нашего Сапкора в США Тихона Дзитко. О новом, как о хорошо забытом старом, пишет авторитетная американская газета New York Times. Как сообщает издание, Вашингтон, Пекин и Москва ведут работы по модернизации ядерных боеголовок, которые отличаются компактностью и менее масштабными разрушительными последствиями применения. Речь идет и о других средствах ведения войны, но главное, в последнее время активизация их разработок тремя странами настолько высока, что можно говорить с уверенностью. Это грозит возрождением гонки вооружений времен Холодной войны и нарушением равновесия, которое установилось между странами и до сих пор позволяло избегать ядерных конфликтов. Как пишут журналисты New York Times, речь идет о старых подходах в новой форме, переживающие экономический спад России, растущий Китай и находящиеся в неопределенном состоянии США возобновляют борьбу за лидерство. В частности, только в Соединенных Штатах правительство намерено профинансировать модернизацию ядерной программы в следующие 30 лет на триллион долларов. Тихон Зитко, Никита Исаико. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Взрыв прогремел в Иерусалиме. Загорелось несколько автобусов и легковушек. Информация о раненых поступает различная. Врачи утверждают, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте происшествия находится мой коллега Сергей Остлендер. Он с нами на связи. Сергей, здравствуй. Расскажи, что тебе удалось узнать и что говорят правоохранители. Это теракт? Наташа, первые сообщения о взрыве поступили около 18.00. Это случилось в Иерусалиме на улице Дер-Эхеврон на оживленной автобусной остановке. Взрыв произошел в автобусе компании Эгит. Кто бывал в Израиле, наверное, знает. Это машины зеленого цвета. Служба скорой помощи сообщила, что ее парамедики на месте оказали помощь 20 пассажирам. Преимущественно люди получили ожоги. 10 из них госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии. Один в критическом. Пока нет стопроцентной уверенности, что это был теракт. Во всяком случае, полиция рассматривает две версии. Одна это действительно атака террористов. А вторая это техническая неисправность в пользу. Второй версии говорит тот факт, что взрыв произошел в пустом автобусе. А уже от него загорелся другой с людьми. Тем не менее, в Иерусалиме введены повышенные меры безопасности. На улицах очень много полицейских, военных. В них перекрыты все подъезды к месту взрыва. И также перекрыты проходы в Восточный Иерусалим, где проживают преимущественно арабы. Пока это вся информация на данную минуту. Наташа. Спасибо, Сергей. Сергей Услендер с подробностями взрыва, который прогремел сегодня в Иерусалиме. До 350 человек увеличилось количество жертв землетрясения в Эквадоре. Более 2,5 тысяч пострадали. Я напомню, в ночь на воскресенье в стране были зафиксированы подземные толчки магнитудой почти 8 баллов. Поисково-спасательные работы продолжаются. А в Японии власти эвакуируют 250 тысяч жителей острова Кюсю. Метеорологи предупреждают о повторном мощном землетрясении. В выходные подземные толчки унесли жизни 42 человек. Еще 11 пропали без вести. Стихия уничтожила национальное сокровище Японии. Древний замок Кумамото, который был возведен в 15 веке. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Кто в имени тебе моем? Что показал соцопрос о переименовании Кировограда? Охота на лжецов, как тепловизор, поможет выявить допинг у профессиональных велосипедистов. Декоммунизация по-кировоградски. Люди хотят сами выбирать название для своего города. Предложенные Киевом варианты категорически отвергают. И для того, чтобы разговаривать с центральной властью на языке аргументов, они заказали соцопрос. Так что же он показал? Давайте посмотрим. Ингульск, Кропивницкий. Такие названия для Кировограда рекомендовал комитет Верховной Рады. От первого отказались из-за волны протестов. Не поддержали и исторический вариант Елисаветград. Мол, имперские корни в нем. В результате остановились на названии Кропивницкий. Но оно среди жителей города отнюдь не популярно. Если переименована, то я хотела бы, конечно, Елисаветград. Как Елисавету. Зачем его переименовать? Тем более, многие жители против. Просто Кировоград уже все привыкли, что это Кировоград. Чтобы жители города все же услышали и прислушались к их мнению, они решили провести флешмоб. Он стартовал несколько недель назад под названием «Спроси у меня, как назвать мой город». Люди делали фото с этим тегом и выкладывали на своих страничках в соцсетях. Инициатива переросла в соцопросы. Результаты презентовали в Киеве. Опросили около тысячи человек. Погрешность не более 3%, уверяют социологи. Однозначным является то, что молодь совсем не поддерживает идею переименования. Почему? Мы можем все вместе, вместе, шукать на это ответы. Но, скорее всего, молодь, а меньше информирована про это, хотя мы видим цифры 95%, все знают, что будет переименование. Не переименовать нельзя. Закон о декоммунизации обязывает. Если бы у человека был полностью вольный выбор, то 57% жителей города выбрали бы нынешний вариант Кировограда. Одночас третья населения, 31% выбирают вариант Елисаветград. Вариант Кропивницкий в таком случае выбрали бы 4% населения. На вопрос, если поддерживает население решение комитета Верховной Ради про переименование на Кропивницкий, 82% сказали, что они скорее или полностью не поддерживают. Результаты опроса в активисты движения «Спроси у меня, как назвать мой город» планируют передать народным избранникам. И будут настаивать на отстрочке переименования и принятии закона о местном референдуме, чтобы о новом имени для города спросили именно у кировоградцев. Елена Бруинза, Александр Пантелеймон, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоград. В столице может исчезнуть еще один сквер. Очередная стройка планируется в зеленой зоне. Как отреагировали в Киевсовете и намерены ли бороться дальше, смотрите в сюжете. Эта уютная зеленая зона на проспекте Героев Сталинграда в скором времени может исчезнуть. Косуд столицы разрешил застроить территорию. Жители микрорайона против. Еще в начале 2000-х компания Соул получила этот земельный участок в аренду. В 2007-м договор продлили. Но два года назад, уже после революционный Киевсовет, решил, эту землю застраивать нельзя. Мы достаточно долго, длительный час высадили там дерева и все-таки сподевались на то, что будет облаштована сквер на этой земельной площадке. В судовом порядке компания не согласилась с решением Киеврады. И в судовом порядке, ну, сейчас же принято решение первой инстанции, установила, что договор является чинным. В никаком случае мы не собираемся сдаваться. Оболонцы не будут давать забудовывать эту земельную площадку. Связаться с представителями компании-застройщика оказалось непросто. Номера, указанные в интернете, неверные. Юридический адрес – жилой дом. Так что узнать, что и когда там собираются строить, пока не удалось. Общественные активисты уже заявляют – город от подобных стройпроектов необходимо защищать. Если строится соответствующая количество жителей, то нужно строиться соответствующая количество детских садов, школ, соответствующих майданчиков, поликлиник, лекарств. То есть это должно быть комплексное строительство, чтобы обеспечено все потребности человека в инфраструктуре, в комфорте проживания. Тогда это правильное и законное строительство. Еще одна проблемная стройка на улице Панельной на левом берегу столицы. Десять лет назад фирма «Инфотранском» подписала договор с Киевпостранцем о реконструкции старой линейно-диспетчерской станции. В 2015-м договор обновили, а Киевсовет разрешил построить там жилой дом. Но «за» проголосовали не все. Инвестор получает возможность уже сегодня собирать средства покупателей на этом земельном участке и на этом проекте. Город сегодня не получает ничего, кроме обещания инвестора. Связаться и с этим инвестором нам не удалось. Сейчас история та же. Прописка в жилом доме. Телефон не отвечает. В госреестре, значит, основали фирму в Белизе. Это офшорная зона. Чтобы узнать, в чем выгода такого договора, мы отправили запрос в Киевпостранц. Обещали ответить в течение недели. Несколько прояснили ситуацию в Киевсовете. Выступил за значимого привода директор КП «Киевпостранц». Пояснил, что там будет строиться дом, в котором, если не помилюсь, частина квартир, там, близко 30. Ну, могу помилиться с точной цифрой. Насколько я зрозумел близко 30. Будет передано працанникам КП «Киевпостранц». Ну, если это действительно будет происходить так, то я думаю, что такие вещи нужно делать. Обе стороны и голосовавшие «за», и те, кто против, сошлись в одном. Это строительство необходимо контролировать, чтобы обещанные квартиры достались простым работникам, а не коррупционерам. И чтобы вообще достались. Ольга Теребинская, Екатерина Доброгорская, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. В Черкассах на грани выживания троллейбусный парк машины устарели и морально, и физически. Езда в таком транспорте сплошное испытание для пассажиров, а даже на самый минимальный ремонт троллейбусов у города нет денег. Какой выход нашли местные власти, расскажут наши корреспонденты. В Черкасском троллейбусном парке Петр Кифарук работает больше 30 лет. Сегодня он работает на троллейбусе сменщика. Его транспорт на капитальном ремонте. Из 70 машин в парке выходят только около 40. По десятке разрыв 10 минут машина. А съезжают на разрыв 20 минут. Есть такие грабки, что 20 минут машины дома. Это все. Большинство троллейбусов в Черкассах и физически, и морально устарели. Самому старому под 30 лет. Водители и слюсари слепляют из того, что есть. Ресоры свариваются между собой, чтобы троллейбус выпустить на линию, чтобы он хоть как-то еще протримался день-два, чтобы ездил. То есть ситуация очень плохая. Спасти ситуацию может только обновление парка. И такую возможность нашли. Мэр Черкасс обратился за помощью к Дмитрию Фирташу, собственнику бюджета образующего предприятия Черкасс, химического гиганта Азот. Во время встречи подписали меморандум о сотрудничестве. Предприятие Азот передаст городу 15 новых троллейбусов. Их общая стоимость около 70 миллионов гривен. Это только начало. Начало той транспортной реформы, которую городские власти теперь с поддержкой нашего предприятия будут дальше делать, развивать. Это значительно поможет сегодня втелить транспортную реформу в городе Черкасс. Это поможет сегодня безкоштовно перевозить и надалее наших пенсионеров. Безкоштовно перевозить социально незахищенные версты населения. И в целом, я считаю, что это один из уроков социального партнерства. Официально машины передадут в пятницу, в день города. Но это не все, чем готов помогать завод в социальной сфере. Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ убежден, что бизнес должен помогать городам, в которых ведет свою деятельность, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Я думаю, что действительно должно стать традицией. Не просто традицией, а обязательством того, что мы должны помогать, потому что там живут наши люди. Там те люди, которые работают на этих предприятиях. Мы договорились о том, что мы сейчас поставим практически спортивные детские площадки во всех школах. И в садиках в Черкасах это будет второе. И мы сегодня обсудили о том, что мы должны сделать все освещение по городу. Это очень важный процесс, что весь город должен хорошо освещаться. Такие инициативы бизнеса в Черкасах считают спасательным кругом для города. Ведь за последние четыре года расходы городского бюджета Черкас в долларовом эквиваленте сократились на треть. Но благодаря инициативе бизнеса города могут развиваться. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Черкасы. Сверхурочные неоплачиваемые работы, видеокамеры в офисах и работодатель всегда прав. Уже после майских праздников депутаты окончательно поставят точку в новом трудовом кодексе. Документ рассмотрят во втором чтении. А сегодня работодатели, нардепы и представители международных организаций обсуждали технические правки. В частности, сокращение полномочий профсоюзов. Их мнение учитывать станут лишь в исключительных случаях при увольнении сотрудников, связанных с проблемами со здоровьем. Во всем остальном полагаться придется только на волю работодателя. Проект закона профсоюзы уже раскритиковали, а нардепы считают его несвоевременным. Есть белые пятна в кодексе. Он необоснованно громоздок. Он необоснованно бессодержателен. У нас ни во что не ставят профсоюзы и работодателей. У нас людей труда сделали рабами. И до того момента, пока эти вопросы не будут решены, попытки писать новые законы – это тщетные попытки. Стране нужны выборы. Стране нужен новый парламент. Тем временем, помощь для украинских бойцов на передовую привезли греческие предприниматели. Сегодня военным медикам под Мариуполем они передали большую партию медикаментов. В том числе и препараты, которые очень необходимы во время операции. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Володарское военно-полевой госпиталь под Мариуполем. Именно сюда везут большинство раненых бойцов. Но сегодня необычные гости. Я очень хочу благодарить людей, которые работают здесь и спасают нашу страну. Потому что я 20 лет работаю в Украине и я чувствую себя как украинец. Пантелис Бумбурас – владелец крупной строительной компании. Привез лекарства для раненых бойцов на 600 тысяч гривен. В основном – современные антибиотики и противовоспалительные препараты. Иван Комицин – это новое поколение. Это гликопептидный антибиотик, без которого на сегодняшний день операции не проводятся. Она пьет на користь как и украинским солдатам, так и наш госпиталь надает помощь. И пострадалим в зоне АТО, в цивильном населении, всем, всем, кто потребует медичной помощи. После этого делегация едет на передовую. На линии сопряжения есть несколько греческих сел с работающими, несмотря на обстрелы и боевые действия, школами. Обстрелы обычно идут в ночное время. И мы с 7 часов у нас все люди уже закрывают дома. И мы каждый прячемся, сидим дома. В Чермолыке школьникам подарили компьютерную технику и спальные мешки. Раньше они давали для лагеря. Мы когда вывозили летом, в прошлом году, и там дарили мальчиков. А это для школы, когда вот походы, когда они организуются, думаем же мир будет. А вот в Гранитинской школе из-за обстрелов течет кровля. А денег на ремонт у поселкового совета нет. Пообещали помочь и с этим. Кроме того, еще 5 сельских школ получат компьютеры. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Папа Римский 20 апреля встретится с ликвидаторами чернобыльской катастрофы. На аудиенцию по случаю 30-й годовщины трагедии приглашены руководители союзов чернобыльцев Украины и Белоруссии, а также активисты. А 22 апреля работники ЧАЭС намерены пикетировать к Абмин. Будут требовать возобновить доплаты за работу в условиях повышенной радиации. В профсоюзном комитете говорят, что закон принят еще 2 месяца назад, но денег до сих пор нет, потому что правительство так и не прописало механизм выплат. Цена свободы. Налоги выше, зарплаты меньше. Минфин Великобритании подсчитал, сколько будет стоить в стране и каждому ее гражданину выход из Евросоюза. О каких суммах идет речь? Аналитику британского Минфина изучила Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Доклад Министерства финансов, документ на 200 страниц, пестрит цифрами, экономическими терминами и сложными формулами. Это прогноз состояния экономики Великобритании на 2030 год. Главный финансист правительства предупреждает. До того времени доходы казны сократятся на 6%. И в случае выхода из ЕС, по словам Осборна, расплачиваться придется в каждой семье страны. Ежегодно их доход будет сокращаться более чем на 4 тысячи фунтов. Это 155 тысяч гривен. То есть беднеть будут все и до конца своих дней. Никакого роста экономики в жизни после ЕС не предвидится. В данном докладе мы уходим от слов и переходим к фактам. Вне Европейского Союза Великобритания будет становиться все беднее. Каждая семья потеряет немало денег. И это люди должны понять, прежде чем решать, как голосовать на референдуме. В документе рассматривается три возможных сценария развития событий после выхода Великобритании из Евросоюза. Их объединяет то, что все они ухудшат экономику страны и благосостояние каждого ее жителя. Первый вариант самый безболезненный. По примеру, Норвегия, которая не входит в ЕС, но является членом Европейского экономического сообщества. Второй вариант – торговая сделка с Европой, по примеру, Канады. На этот вариант, кстати, надеются в лагере «Голосуй за выход». И третий, самый худший – торговля с ЕС по общим принципам Всемирной торговой организации. Противники Евросоюза называют этот доклад очередной страшилкой правительства. Мол, экономику сложно прогнозировать на следующий год, а тут сразу на 15 лет вперед. Впрочем, и противникам, и сторонникам ЕС довольно сложно проводить адекватную агитацию. Все обещания и прогнозы довольно голословные. Британский референдум станет прецедентом европейской истории. За 23 года существования Союза еще ни одна страна не покидала его. За два месяца до голосования мнения британцев разделились почти поровну. С небольшим преимуществом противников ЕС. Правда, около 20% избирателей до сих пор не определились. И по большому счету, от них будет зависеть результат референдума. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Адмирал Нельсон и королева Виктория в респираторах. Зачем активисты надели маски на лондонские памятники? Об этом и не только в нашем обзоре. В Китае решили строго наказывать за взяточничество в особо крупных размерах. Если чиновник возьмет на лапу больше 460 тысяч долларов, ему грозит смертная казнь. Соответствующее постановление утвердила прокуратура и Народный суд Поднебесной. В последнее время в стране проводится показательная кампания против коррупционеров. Под следствием десятки политиков и руководителей крупных государственных компаний. Собаки Джонни Деппа спасены. В Австралии завершился громкий процесс по делу о контрабанде животных. Супруга Деппа, актриса Эмбер Хёрд, незаконно провезла через границу двух тортерьеров – Пистоля и Бу. Когда об этом узнали власти, незадекларированных животных пригрозили усыпить, а саму Эмбер посадить в тюрьму. Но после долгих разбирательств хозяйка признала свою вину. Согласилась на штраф и условный срок, а песиков не тронули. Бесстрашная француженка выгнала из своего кафе вора. Камера наблюдения засняла, как в заведение заходит вооруженный мужчина в маске и требует денег. Владелица проходит мимо него с младенцем на руках, оставляет ребенка и без тени страха начинает лупить грабителя его же сумкой. Тот растерянно пятится назад, периодически угрожая пистолетом. Но горе гангстера добивают на выходе стулом и с позором выставляют за двери. Распираторы на достопримечательностях Лондона. Активисты Гримпис надели маски на 17 монументов британской столицы. Самый знаменитый – статуя адмирала Нельсона на Трафальгарской площади. В противогазы облачили также королеву Викторию, Оливера Кромвеля и даже футболиста Тьерри Анри. Все в знак протеста против загрязнения воздуха в мегаполисе. Полиция шутку не оценила. Восьмерых участников акции задержали за хулиганство. Фехтование в стиле джедаев. В Великобритании открылись курсы для юных учеников силы. Мастер, правда не йода, обучает малышей азам борьбы на лазерных мечах. Оттачивают плавные движения, правильные удары, тактику нападения и защиты. Фанатам «Звездных войн» такая борьба по душе – это два в одном и спорт, и игра. Правда, сверхъестественных способностей ни у кого не наблюдалось. Робот, который научит азам информатики. Эта маленькая машинка на магнитиках способна выполнять любые команды. Вот только задавать их нужно с помощью компьютерного кода, который дети самостоятельно пишут на планшете. Простое линейное программирование – теперь стандартный школьный предмет в США, ставший любимым для многих, кому посчастливилось получить учителя-робота. Битва бульдозеров в Китае. Сотрудники двух конкурирующих строительных компаний устроили разборки на технике. Экскаваторы и погрузчики безжалостно таранили друг друга. Одному водителю даже удалось опрокинуть соперника. Кадры не постановочные. Стычка действительно была нешуточной. Никто из людей не пострадал, только техника. Скандал с Фиде, похоже, исчерпан. Украина рассчиталась с Международной федерацией шахмат и вернула ей 60 тысяч евро. Во всяком случае, на официальном сайте организации в списке должников Украины больше нет. Я напомню, скандал разгорелся на минувшей неделе. В интернете появилась информация о том, что Львов задолжал Фиде за проведение чемпионата мира среди женщин. Из-за этого не получила свой гонорар Мария Мазычук, которая вышла в финал чемпионата. Мало того, Фиде грозилось ввести санкции и запретить участие украинских гроссмейстеров в престижных соревнованиях по шахматам. Тогда на своей странице в фейсбук мэр города Андрей Садовой заявил, что город вместе с областью все обязательства по проведению чемпионата выполнил, а долг – это забота Федерации шахмат Украины. Но после разгоревшегося скандала в прессе сегодня Садовой снова в фейсбуке написал, что проблемы с Фиде решили. Мотодопинг – новое слово в спорте. Как с помощью тепловизора выявляют допинг у профессиональных велогонщиков? Об охоте на лжецов подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Эти кадры всегда настораживали журналистов. Спортсмен падает, а колеса его велосипеда продолжают крутиться. Случай не единичный. Что это? Сила инерции или мотор? Все эти годы слухи оставались слухами, даже когда в 2010-м итальянский комментатор рассказал и показал всем велосипед с обманом. Я сомневаюсь в возможности скрыть в велосипеде механику, но мне как-то позвонил друг и сказал, завтра я тебе привезу велосипед с мотором, и ты даже его не заметишь. В специализированных магазинах такая техника уже давно не новинка. Вот где мотор, здесь карбоновая трубка с проводами, а здесь спрятан двигатель. Год назад этот человек был директором антидопинговой комиссии во Франции. Его просто атаковали велосипедисты, жалующиеся на нечестную игру. Они прямо говорили, что топ-лидеры команд использовали нечестные методы, но все это было бездоказательно. Однако все тайное можно сделать явным, если захотеть, и взять на прокат тепловизор. Вот он, выделяет красным мышцы велосипедиста и кое-что еще в раме. Техника против техники. Журналисты решили попробовать вычислить шулер на тосканском велоралле. Рамы как рамы, ноги как ноги. И лишь у двоих спортсменов оси заднего колеса подозрительно перегреты. Вот здесь перегрев оси. В одинаковых атмосферных условиях и при одинаковой скорости. Журналисты канала ФрансДу, проводившие расследование, решили показать видео патрону мирового велоспорта Бриэму Куксу. Он посмотрел и сказал, возможно, все дело в простом трении. Впрочем, новость о перегретых осях, педалях и рамах стала бомбой в мире спортивных новостей. И, скорее всего, тепловизорами скоро запасутся все. И Федерации велоспорта, и телеканалы, транслирующие велотуры. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности. Телеканал Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. Хороших вам новостей. Спокойного вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова